Привет, наши дорогие друзья! Сегодня бы хотела вкратце рассказать о жизни хамелеончика. Вы знаете нашего хамелеона Хому. Вообще, хамелеоны относятся к семейству ящериц, которые способны окрас менять своего тела, как вы уже это видели в ранних видео. Это зависит от света, от температуры, от стресса и настроения. Вообще, чтобы вы понимали, существует около 90 видов хамелеонов. Представляете? И основная их часть, они, конечно же, проживают на деревьях. Остальные живут в норах и лесной подстилке. Еминский хамелеон, как наш хомочка, это такой достаточно крупный, интересный и необычный. Ну, хотя, по сути слова, обычный, вы видите, да, к нему вряд ли применимо. Где рождаются хамелеоны? Основной их родиной является Йемен и Саудовская Аравия. Ну, эти страны, хоть они и считаются такими пустынными, но там хамелеоны живут в прибрежных районах, в которых регулярно, периодически идут очень обильные дожди. И в более засушливых долинах они обитают, но с достатком зелени и воды. Также хамелеоны, они завезены и прижились на Гавайях и во Флориде. По поводу внешнего облика хамелеона. Значит, длина тела, вот, большинство видов хамелеонов, она составляет где-то 25-35 сантиметров, а мелких есть такие по 3-5 сантиметров, а крупные аж 50-60 сантиметров. Представляете, вот, живут хамелеончики в зависимости от своих размеров, то есть мелкие виды, они всего лишь 2-3 года, а крупные до 10 лет. Но я так поняла, что наш хомо, он относится к такому среднему виду хамелеонов, сейчас ему около 3-х лет. То есть он у нас уже такой великовозрастный мужчина, будем так говорить. Вот, туловище у хамелеончиков, оно сильно сжатое с боков, как вот вы наблюдали и видели ранее, да. У него вот такая коротенькая шея, длинные цепки хвост, который он, вот этот хвостик, он способен сворачиваться. Вот даже обратите внимание, сейчас хомо сидит, и хвостик у него как улитка. Лапки у него такие, пятипалые. Само тело, оно шероховатые. Глазки у него круглые, подвижные. Вращаются они на 360 градусов, причём в разные стороны. Вот, мы показывали видео, где даже вот недавних видно, как вот эти глаза, они прям реально вращаются в разные стороны. Кожа у него шероховатая. И сами глазки, они окружены такими пёстрыми цветными чешуйками. Вот, у него маленькое такое центральное отверстие для зрачка, и оно никогда не закрывается кожей. Ну, по поводу языка, вы, друзья, видели, какой у него длинный язык, когда он ловит насекомых, он имеет на конце такое углубление, благодаря которому вот является присоской сам язык. И выбрасывая резко язык в сторону добычи, кстати, на расстоянии от 19 до 30 сантиметров, присасывается к ней. Лапки у него длинные, для того, чтобы он мог спокойно, мог лазить по веткам. Значит, хамелеоны, в том числе и наш хомушка, обычно они вот мало двигаются. Я, если вы помните, писала в комментариях, что наш хома часто сидит, уставившись в окно, вот, и такой, ведут малоподвижный образ жизни, обхватывают веточку лапками и хвостом. Но, вы знаете, при необходимости они очень могут довольно-таки быстро бегать. По поводу приучения хамелеонов очень легко можно приучить. Ну, вот несколько слов по поводу содержания хамелеона. Вы знаете, вот основная масса обитания в неволе, они, конечно же, живут в террариумах. Это вот наш хома тут, как царь, он живет на лимоне, облюбовал его, вряд ли какому-то нашему другому питомцу он уступит свой лимон. Это такое вот. И место для террариумов выбирают такие теплые, защищенные от сквозняков. Также нужно иметь в виду, что хамелеоны, они пытаются пройти сквозь стекло, и эти могут очень травнировать свою мордочку и нос. Поэтому это все нужно учитывать. Хамелеончики, они активны днем, им очень нравится яркий солнечный свет. Сейчас вот, когда солнца стало мало, наш хома очень зачастую сидит такой грустный и тусклый. Но сегодня вот солнышко, мы решили его снять. По поводу террариумов еще несколько слов. Их необходимо освещать лампами дневного света, чтобы вы понимали, с ультрафиолетовым излучением. Влажность воздуха в террариуме для различных видов, она разная. По поводу озеленения террариума, значит, для хамелеонов она, можно сказать, необходима. Также можно пользоваться как искусственными, так и живыми растениями. Вот, желательно, конечно, живыми. И также немаловажный фактор, что нельзя использовать ядовитые растения. Потому что зелень несет не только декоративную, но и биологическую нагрузку. Значит, что еще? Хамелеону необходимый угол, где он смог бы спрятаться в любой момент. Вот, как наш Хома. Вы знаете, друзья, он на лимоне облюбовал себе такую веточку. Она вот с краю, если можно будет ее показать. И часто садится на нее. Вот эта веточка, она, наверное, не видна. Да, с краешка лимона. То есть он очень где-то ближе к вечеру, он садится на эту веточку. И спит на ней постоянно вот на одну и ту же веточку. У каждого Хомелеона свой характер, своя индивидуальность. И даже некоторые привычки, вот мы читали, перебороть невозможно. Что касается питания, основной рацион Хомелеончика состоит из различных насекомых, друзья. Это и сверчки, и тараканы, мухи, саранча, мучные черви, о которых мы вам ранее показывали, помните? И стрекозы. А вот такие черви, как зоофобусы, мучные черви, ими кормить стоит редко. Я объясню почему. Потому что это жирная пища. И вот в Хомелеоне мы, в Хоме мы даем их редко. Потому что она очень для него жирна. Важно, чтобы еда была разнообразной. С детства можно Хомелеончикам давать некоторые виды овощей и фруктов. То, что касается питьевой воды, она очень важна для Хомелеонов. Вот через день мы нашего Хому поим. И сама вода, её нехватка, вы знаете, она приводит к быстрой гибели животных. Ну вот Хомелеоны, они не будут, как птички, пить воду из миски. Слизывают её в природе с листьев, деревьев, как вот раньше мы писали и рассказывали. И вот лимон мы, например, периодически опрыскиваем. То есть это просто необходимо. Или же, если у вас террариум, то необходимо будет просто поставить такой фонтанчик-водопад. Ну, к самому новому питьевому устройству Хомелеоны могут привыкать от одного дня до месяца. Вот, как я уже говорила, мы Хому поим со шприца. Можно также с пипетки. Но вот как по нам, так со шприца удобнее. Он как-то охотно берёт. По поводу витаминов. Значит, минеральные подкормки, они очень важны в жизни Хомелеонов. И, конечно, проще пользоваться сухими порошковыми подкормками. Потому что жидкие витамины можно передозировать. И насекомых, как я уже, помните, показывали мы, обваливаем мы в витаминном порошке. И отдаём животному. И также особенно важно давать достаточное количество кальция молодому поколению, молодым хамелеончикам. Иначе им грозит даже рахит. Вы представляете, как маленьким детям. Передозировать кальцием в этот момент, я думаю, будет сложно. Поэтому вы не жалейте витаминов, которые маленьким хамелеончикам, если вы их заведёте. То, что касается размножения. Значит, еминские хамелеоны, они вообще очень легко размножаются в неволе. Спаривание, оно происходит в течение одних суток после того, как самку подсаживают к самцу. Значит, окраска беременной самки, она становится тёмно-зелёной. И иногда почти чёрной, с круглыми такими ярко-жёлтыми пятнами, которые разбросаны вот по всему телу. То есть, чёрный цвет, значит, самочки, это будет как сигнал для самца, что её трогать уже нельзя. После спаривания, значит, самка, она становится очень агрессивной и не станет подпускать к себе самца. Половозрелыми хамелеончики становятся в возрасте 9-12 месяцев. Так, примерно через месяц где-то самка, она начнёт искать место, где будет откладывать яйца. То есть, через месяц, друзья. Она опускается на дно террариума, значит, ищет себе такое удобное место для норы. И как только вы это заметили, нужно будет добавить вот в террариум такую, значит, ёмкость влажное волокно. Почему влажное, я точно вам не скажу, это такая информация. Значит, самка, она будет рыть вот в этом волокне себе туннель. И потом, вы представляете, она способна отложить до 85 яиц. Значит, после кладки яйца, нужно будет их переместить в инкубатор. Это такой небольшой аквариум. Создать все условия. Разложить их на расстоянии одного сантиметра друг от друга. Сами яйца беспокоить и переворачивать нельзя. В зависимости от условий инкубации, сами хамелеоны, они вылупятся аж через 4-9 месяцев. Вы представляете? После чего их помещают по 6-7 штук небольшие террариумы. 4-9 месяцев. Такой большой срок. Когда им исполнится где-то около 3-х месяцев, мальчиков стоит разделить. Потому что, вы представляете, они будут драться и друг друга травмировать. Ну и последнее. Если вы надумаете все-таки приобрести хамелеончика, значит, при выборе питомца нужно обязательно учитывать его возраст. Чем старше хамелеончик, тем он дороже. Это, конечно, объясняется высокой смертностью этого типа вида хамелеона в ранние годы. Самым таким оптимальным возрастом для покупки считается особь в 3-4 месяца. И при этом нужно обязательно будет проверить рептилию на дефекты. Какие они могут быть? Открываются ли глаза? Не травмированы ли лапки? И если, конечно же, купить хамелеона в возрасте 1-2 месяца, то есть риск того, что он погибнет, даже если создать для него идеальные условия. Поэтому возраст приобретения животного обязательно нужно учитывать. Друзья, вот такая вот интересная информация. Надеюсь, она вам понравилась. о жизни хамелеонах, об их питании, размножении и как не ошибиться в выборе будущего питомца. Подписывайтесь на наш канал, друзья. Пишите комментарии. Наверняка у кого-то из вас уже есть хамелеоны. Делитесь своим опытом. Мы будем рады. Пока-пока. Хамелеонах, помаши лапкой, мальчик наш. Продолжение следует...